Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня воскресенье. Хочу поделиться с вами некоторыми своими наблюдениями по поводу косметических средств, по поводу ухода, по поводу декоративной косметики, поделиться последними покупками от Zara и планами на будущее для своего канала. Начнем, наверное, давайте с пустых банчек, с того, что закончилось, с того, что буду приобретать и что не буду приобретать. Первая это маска Sursty Mood от Glamlow. Очень классная увлажняющая маска, я вам уже о ней все уши прожужжала, поэтому останавливаться долго не стану. Это у меня была лимитированная версия, достаточно большая, 30 мл. Завтра планирую захватить с собой 15 мл и сниму вам уже, наверное, отдельно свои покупки косметики, потому что там довольно много всего. Протестировала маску для волос от Nexus. Она у меня попалась в наборе от iHerb. У iHerb в последнее время реально классные наборы, классные всякие бьюти-боксики, бьюти-косметички. Оставлю вам ссылочки на те, которые я пробовала. И у iHerb скидка 12% по промокоду КИБЕР-12 по случаю КИБЕР-МАДЫ, КИБЕР-ПОНЕДЕЛЬНИКА, который будет завтра, кстати говоря. Поэтому завтра заглядывайте на различные сайты, возможно, будут интересные предложения. Что касается этой маски, здесь было целых 43 грамма. Я ее использовала на 2 применения, хотя могла бы растянуть с легкостью и на 3. Это достаточно густая, плотная белая масса. Распределяется по волосам очень быстро, очень легко, мгновенно их распутывает, облегчает расчесывание и очень хорошо увлажняет. Вот состав. Мне нравится эта маска тем, что она очень быстро действует. Не нужно ее держать на волосах целых 20 минут. Вот рекомендовано 3-5 минуточек. Прям в душе я ее наношу и прям в душе и смываю. То есть довольно быстро. Не нужно одевать шапочку, не нужно заматывать полотенце поверх волос. То есть все очень просто в применении, поэтому мне эта маска понравилась. Следующая очищающая маска от Origins с розовой глиной, которая выравнивает текстуру кожи. Вы знаете, что это мой фаворит. Тоже повторяла миллион раз, но в ближайшее время повторять, покупать ее не стану, потому что хочу попробовать кое-что новенькое, протестировать и дать вам отзывы на какие-то новые, возможно более интересные, более актуальные продукты. Также с набора iHerb у меня был шампунь и кондиционер от Desert Essence. У них довольно обширные линейки. В этот раз у меня была кокосовая линейка. Это такой хороший, увлажняющий, восстанавливающий уход для волос. Если у вас жирные волосы, то возможно этот уход покажется для вас тяжеловатым. Но если же волосы сухие, то это самое то, волосы не будут пушиться, не будут выглядеть такими пустыми и безжизненными. Но приобретать в полном размере не стану, потому что они не добавляют мне объем. Мне нравится, как работает вот этот вот шампунь от Beaver, который реально делает волосы более объемными. Удаляю в пустые баночки сыворотку от Belinda с миндальной лактобионовой кислотой. Как видите, здесь больше половины храню в ванной комнате, в сырости. Возможно, в перепадах температуры. Я не знаю, ей не нравится храниться в ванной комнате. Но если я буду хранить ее в другой комнате, я просто не буду ею пользоваться. Поэтому она стоит здесь. И вот плата за то, что я не хожу наносить эту сыворотку, например, в спальню. Или не храню ее в холодильнике. После того, как она помутнела, она стала немножко какие-то красные пятнышки вызывать на моей коже. Они, конечно, быстро проходят. Но, тем не менее, все равно зачем как бы травмировать кожу, если есть средства, которые ее не травмируют. Заказала себе уже новую баночку, а вот этой избавляюсь. И средства, которые я люблю больше всего, которые вы покупаете один раз на всю жизнь, которые нескончаемые. Это розовый кварц, который супер освежает вашу кожу, делает ее проснувшейся и убирает отеки. Я хочу заказать еще такой скребок. Оставлю картинку, как выглядит сайфер. Возможно, им будет еще более удобно пользоваться, потому что здесь все-таки площадь небольшая. Но, тем не менее, очень-очень гладкая поверхность. Можно и сыворотки распределять. И просто я вот по сухой коже после сна делаю такие вот по массажным линиям движения. И лицо реально выглядит менее отечным, более проснувшимся, более свежим. Внешний вид более здорового лица. Коробочка выглядит вот так. Если они еще есть в продаже, эти штучки, я оставлю ссылку. Мне дешевое удовольствие. Порядка, наверное, 20 долларов стоит вот этот вот розовый кварц. Если вы знаете, где можно приобрести дешевле, дайте знать. Потому что это реально очень-очень действенная штука. И нескончаемая. То есть, это не какое-то уходовое средство, которое вы купили. Оно закончилось и нужно повторять. Это средство, которое будет с вами, грубо говоря, на всю жизнь. И будет помогать вам поддерживать красивый, приятный внешний вид. Обещала вам рассказать об этих резинках, которые тоже сайхерп. Которые аналог инвизи бабл. Но они гораздо хуже. Во-первых, у них какая-то такая, знаете, менее скользкая поверхность. И они вырывают все-таки волосы. Вот эти вот резинки. А во-вторых, у них более мягкий каучук. И они гораздо быстрее растягиваются. И хуже удерживают волосы. Вот. Поэтому все-таки инвизи бабл в этом плане мне нравится больше. Так. Еще пару слов о новых продуктах. Которые мы с вами недавно распечатывали тоже с посылочек iHerb. Что я пробовала. Практически закончила умывалку. К этой умывалочке еще идет гликолевый тоник. Самый популярный тоник от Pixi. Который отшелушивает для сияющей кожи. Тоник я пока не приобретала. Закончу эту умывалочку. И перейду на умывалки от Saturday Skin. Вот там вот стоят. Далее я попробовала лосьон с витамином С. К этому лосьону тоже есть тоник с витамином С. И, ну, в общем, целая серия от Pixi. Что касается лосьона. Очень хорошо распределяется по лицу. То есть тонким-тонким слоем ложится. И моментально впитывается. Хорошее средство. Мне нравится. Тоже буду пользоваться с огромным удовольствием. Что касается Saturday Skin. Пока что попробовала только Rabed Up. Но не то, что попробовала, а попользовалась. Потому что ранее я тоже покупала эти скатки. Это, наверное, знаете, самая лучшая скатка из всех, которые я когда-либо пробовала. Очень-очень такая мелкодисперсная. Очень хорошо отшелушивает. Отшелушивает. Очень быстро работает. То есть не нужно вам 10 минут катать что-то по лицу, чтобы все отшелушить. Вот. Мне нравится Rabed Up. Тоже оставлю вам на него ссылочку на полный размер. Миниатюрки идут в комплектах. Так. Ну что ж. По поводу ухода. Это все. Я добавляю в тестирование на этой неделе шампунь и кондиционер по 100 мл. Покажу вам распаковку. Расскажу более подробно во вторник. Потому что я уже сняла, смонтировала, но еще не заливала на YouTube. Дальше. Взяла на пробу вот такой вот тоник огромный от Dickinson's. Здесь 473 мл. Тоник для очищения пор. Посмотрим, как он будет работать. И такая вот малышечка CleanIt Zero. Бальзам для снятия макияжа. У меня заканчивается мой теки ТВ. И поэтому как раз вместе с CleanIt Zero, я думаю, мне хватит на недельку. И несколько новых масок. От BioRace маска. От BioRepublic маска с алоэ. Маска для сияния кожи. И маска с калориеном. Это то, что было с уходом. И давайте посмотрим, что же по декоративной косметике. Так, теперь о декоративной косметике. Я разделила все на три кучки. То, что мне понравилось, то, что точно остается. То, что нужно тестировать на этой неделе. И то, что мне не понравилось, то, что точно отправляется на Change It Beauty. Поехали по порядку. То, что остается на следующей неделе. Быстренько показываю и убираю. Здесь хайлайтер. Какая-то такая светлая бронзирующая пудра. И темный бронзер. Наверное, их нужно будет мешать вместе. Дальше румяна. И это, по сути, одни единственные румяна, которые у меня остаются на тестирование. И хайлайтер, и бронзер. Дальше вот этот бронзер W7 остается еще на тестирование. Сейчас объясню, почему. И вот этот тоже остается на тестирование. Дальше я взяла две палетки. Вот такой вот от Lorac. И от Poes. Розоватая палеточка. Определимся с ними теперь. То, что точно остается. То, что я убираю со своего туалетного столика. Для того, чтобы тестировать другие продукты. Я думаю, что вы помните. Все девочки-бьюти-голики. Вот эту вот палетку от Revolution. Это был такой хороший закос под Charlotte Tilbury. Очень классная палетка. Как по качеству, так и по оттенкам. И она очень-очень живучая. Я очень долго искала ей аналоги. Вот. Видите, с таким же тиснением. И многие другие палетки тестировала. Но ни одна из них как-то близко не подходила к вот этой. По качеству, по цене и по... Ощущениям, да? По внешнему виду. По результату. Кроме вот этой палетки. Если вы хотите ту палетку. Она уже не продается. А на вот эту палетку я оставлю ссылку. Номер этой палетки. Desert Sky, да? Наверное. Я оставлю, короче, именно на нее ссылку. Для того, чтобы вы могли ее приобрести. Вот именно она самая близкая. И хайлайтер это просто моя любовь. Он так красиво смотрелся. Я им пользовалась всю неделю. И просто не могла никак подойти к использованию вот тех вот остальных палеток. Вот эта палетка максимально близко подобралась к вот этой палетке, на мой взгляд. Вот. Далее снова Revolution. Revolution удивляет. У меня была огромная-огромная такая коробка с различными палетками. Я для себя оставила только одну вот такую вот палетку с румянами. И мои любимые румяшки называются вот таким вот образом. Marshmallow. Я думаю, заметно, что я их использовала больше всего. Несмотря на то, что оттенок такой не очень привлекательный, на самом деле они смотрелись лучше всего. И если я увижу вот такие вот румяшки отдельно, то я их, скорее всего, приобрету. А вот палетки избавлю. Палетка вот такая вот от Rude 100% остается. Тоже оставлю вам на нее обязательно ссылку, потому что она классная. Я ее очень люблю, поэтому она 100% остается в моих косметических запасах. То, от чего я 100% избавляюсь, это хайлайтер. Был тоже в наборе с iHerb. Хороший хайлайтер, хорошего качества, но довольно-таки темный. Поэтому я от него избавляюсь. Далее тоже хорошая палетка, контурирующая от Smashbox. Но она маленькая, она неудобна в использовании. Здесь у нас скульптор, бронзер и подсвечивающая пудра. Я бы не сказала, что это хайлайтер, потому что здесь настолько мелкие светоотражающие частички, что хайлайтером это назвать не поворачивается язык. Но эта пудра очень мелкодисперсная, хорошо ложится. От чего я также избавляюсь? Я не знаю, в чем дело. У меня 100% оригинал. Но мне не нравится палетка Soft Glam от Анастасии. Она какая-то слишком рыхлая, слишком мягкая. Конечно, плюс ко всему, мне еще и оттенки не очень подходят. Но и само по себе качество этой палетки меня тоже не очень-то устраивает. Да, они супер пигментированы. Но при этом при нанесении и шиммерных, и вот этих вот оттенков под глазами очень сильно много всяких разных осыпашек. Та же палетка вот эта вот от Rude, она такого не делает. Но, кстати говоря, шиммерные тени в течение дня, вот то, что у вас осыпалось при нанесении макияжа, это все, что осыпалось. А в течение дня больше ничего до осыпаться не будет. Что касается Rude, конечно, блесточки осыпаются конкретно. Вот, и еще вот от этой палетки тоже избавляюсь, по причине, что мне тоже не подходят оттенки. Но, как ни странно, она осыпается меньше, чем осыпается Анастасия. У Анастасии оттенки более насыщенные, более яркие, более пигментированные, чем у этой палетки. Но, тем не менее, эта палетка осыпается при нанесении меньше, но макияж все-таки симпатичнее получается по итогу. Да, если оценивать результаты и не видеть нюансов нанесения в процессе, то, конечно, результат симпатичнее получается с Анастасией, чем с W7. Но, тем не менее, W7 это хороший бюджетный закос. Если вы не найдете Анастасию по скидке, то можете попробовать W7. Если же Анастасия по скидке, то разница в цене не такая уже и большая, чтобы обращать внимание на W7. Анастасия убывает по 50% скидке, и ее цена получается в районе 20-22 долларов. W7 около 7 долларов стоит. Оставлю ссылочку на оба этих продукта. И последнее, что хотелось бы показать, это распаковочку Zara. В этом году я решила быть немножко умнее и затариваться наперед, потому что обычно, когда теплеет, я понимаю, что мне нечего носить. И точно так же, когда холодает, я тоже понимаю, что носить нечего. А поскольку я люблю заказывать онлайн, все равно нужно какое-то время на доставку. Zara приходит всегда красиво запечатанная. Здесь обычно еще есть конвертик с чеком, но в данный момент его нет. А то чек где-то там внутри, я уже на самом деле все это померила, все посмотрела, но сложила обратно, чтобы показать, как это все выглядит. Здесь у меня две жилетки. Одна более классическая и одна более спортивного внешнего вида. По одинаковым ценам абсолютно они идут. И они сейчас в разделе новинки, поэтому абсолютно все размеры есть в наличии. Так, ну что, в общем и целом, я решила вставить вот это вот. Пальто, хотела сказать, эту жилетку. Она довольно-таки качественная. Здесь металлические молнии, здесь тепленькие карманы, то есть руки не будут мерзнуть. Единственное, этот кожзам, конечно, он очень-очень мягкий. Благодаря этому он симпатично выглядит, но благодаря этому он будет очень неизносостойким. То есть, ну, буквально на один сезон, может быть, еще на осень хватит. Весной точно я его отношу, а вот касаемо осени еще посмотрим. И здесь есть кнопки, которые можно расстегнуть, но мне кажется, что в застегнутом виде это выглядит более симпатично. Возможно, нужно будет расстегивать при длительной поездке за рулем, например, чтобы было более удобно. По качеству вообще претензий нет. Есть претензии к цвету шнурка. Я бы, конечно, сюда втянула шнурок такого же цвета в цвет. Это было бы гораздо симпатичнее, потому что черный шнурок здесь абсолютно не к силу, не к городу. И он очень удешевляет внешний вид, как по мне. А так, в принципе, качество, все строчечки, никаких ниток не торчит. Все очень хорошо выполнено. Мне даже интересно, где же это произведено, что так хорошо выполнено. Страна происхождения Мьянми. Я вроде бы неплохо ориентируюсь в карте, но такую страну я не знаю. Вот такой вот состав. Взяла S, не прогадала. Если бы взяла XS, была бы мала в груди. Если бы взяла M, была бы слишком объемная, было бы некрасиво. Капюшон, кстати, здесь не отстегивается. Что касается этой жилетки, вот на видео она кажется более симпатичной, потому что вот эти гусиные лапки, они кажутся контрастными. На самом деле они не такие контрастные, видите, и кажется, что оно как будто бы грязное, что ли. Возможно, будут в других цветах, в других тканях, может быть, даже, потому что ткань тоже на ощупь такая дешевенькая. Конечно, это и недорогой продукт, да, недорогая одежда, но, тем не менее, как бы я не вижу смысла оставлять. Вряд ли я буду носить. Здесь размер S, можно было бы взять размер M. Возможно, вот с поясом смотрелось бы более симпатично. Страна происхождения Марокко. Что сказать? Все строчки тоже классные, ничего, нигде никаких ниток нет. Но у меня вопрос к ткани. Пошито все неплохо, сама модель интересная, но ткань такая себе. Кармашки не расшитые здесь. Это вот на погоду, наверное, плюс 15, а это вот даже на плюс 10, я думаю, будет в самый раз. Ну что ж, вот такое видео у нас было на этой неделе. Если оно вам понравилось, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся с вами очень-очень скоро в следующих видео. Пока-пока, до скорых встреч!